Духи, чудовища, монстры. Думаете, выдумка? А вот и нет, они живут совсем рядом с нами. Давайте покажу. Это самый центр Симферополя, улица Пушкина, здание русского драм-театра. Посмотрите вверх, приглянитесь. Там свели гнездо грифона, мифические существа с телом льва и головой и крыльями орла. Только аккуратно, потому что их роль неоднозначно. Они могут выступать как защитниками, так и ничем не сдерживаемыми зверями. Алексей, бежим! Грифоны прилетели к нам из Древней Греции. Поэт Эсхил называл их птицеклювами-собаками Зевса. А в Крыму они служат Мельпомене с 1911 года. Помимо элементов модернов здесь присутствуют и архитектурные украшения, характерные для неоклассицизма, как, например, грифоны, маскароны, кариатиды. А за проспектом Кирова уже много лет присматривают драконы. На этом доме их целая стая. Это даже не простые крылатые змеи, а водяные виверны. По сказаниям, под этим зданием протекает река. Видимо, первый владелец, купец Чарахов, решил заручиться их поддержкой для успеха в делах, причем именно десяти драконов, потому что это символ царской печати. Похоже, ему это удалось, ведь здание крепко стоит с 19 века и все это время не теряет доходности. Здесь была биржа, торговый дом, кофейня, ну и первая в Крыму пиццерия. Это все особенно интересно, если знать, что в мифах драконы воровали золото и складывали их в кучи, на которых потом спали. Еще более загадочные существа обитают в Массандровском дворце на южном берегу Крыма. Из-за угла выглядывают химеры, а рядом, как ни в чем не бывало, подмигивают фавны, причем так реалистично, что, кто знает, возможно, по ночам. Вдали от посторонних взглядов сказка действительно оживает. Екатерина Серегина и Алексей Семенов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин